Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Мы ждем любых ваших вопросов, вопросов о проблемах, о каких-то, может быть, семейных сложностях. Мы готовы попробовать их разобрать и ответить на них. Ну, да, добавлю, мы ждем ваше участие в нашем разговоре, я бы так, наверное, сказал. К чему я хотел сегодня подойти, Елена? Ну, может быть, сразу, да, по делу. Несмотря на то, что мы двери оставляем открытыми, то есть можем говорить о чем угодно, я бы хотел немножко вернуться к нашей предыдущей, одной из предыдущих передач. И там речь шла, ну, о некоторой ясности во взаимодействии между человеком, который приходит, которого принято называть пациентом или клиентом, ну, так вот такая марка к нему приклеивается, да, и специалистом. То есть, вот я бы хотел предложить вам достаточно традиционную, частую ситуацию, может быть, нашим телезрителям будет интересно, может быть, у вас какие-то вопросы возникнут. Традиционную ситуацию, которая заключается в том, чтобы проявить в процессе консультации, поговорить о том, что есть, но на первый взгляд не имеет никакой функциональной пользы, да, не имеет никакой важности. Что я имею в виду? Это может быть так, там, первая или вторая консультация, специалист может задавать вопросы, мне знакомы такие ситуации, да, задавать вопросы, ну, что-то о том, что беспокоит человека. Тут нужно понимать, что человек пришел к специалисту с конкретной задачей, с конкретной целью, избавиться от какого-то симптома, грубо говоря, да, решить какую-то проблему, то есть... Ну, допустим, при земле мы приведу пример. У меня, условно, плохие отношения с папой. Вы даже мне сейчас помогаете. Давайте другой пример. Например, у меня бессонница. То есть более абстрактный такой возьму. Нет, это конкретный пример, но он изначально не связан ни с какими отношениями. То есть слово «отношения» здесь вычеркнуто. Вообще, у меня проблемы с самим собой, да, моя же бессонница, я не сплю. Или у меня тревога, или у меня какие-то навязчивые мысли, да, или у меня раздражительность, говорит человек, или у меня вялость какая-то, да. Вот, приходит и приносит специалисту вот эту проблему. Начинается какое-то выяснение, в чем эта вялость или раздражительность, как она проявляется, как давно вы с этим живете, да, или когда вы не спите, о чем вы думаете и так далее. И в процессе этого выяснения, ну, начинает увеличиваться время, совместно проведенное между этими двумя людьми, я бы так сказал. То есть они что-то, помимо того, что они общаются по существу, они, ну, я бы так заранее сказал, вступают в какие-то отношения. Что значит вступают в какие-то отношения? Я смотрел, может быть, мне кто-то про него что-то сказал, и уже примерно себе, мне могут сказать, это жесткий психотерапевт, или это заботливая, такая очень теплая специалист, да, и у человека уже какие-то ожидания. А у психотерапевта... У нас у специалистов также звонит человек или пишет в социальных сетях, и мы уже по каким-то меткам можем посмотреть и предположить даже, с какой проблематикой он придет. Ну, например, когда нарушена коммуникация, это же сразу видно? Да, это нас немного уводит в сторону, но вы правы, и пример я могу привести, ну, сообщение в соцсетях, мне нужна ваша помощь. Конечно, можно придираться, не здравствуйте, не до свидания, меня зовут так-то, или еще что-то, да, или сколько стоят ваши услуги? Ну, такой вот вопрос по сути. У меня всегда сразу подозрение, что дело не в деньгах, а в чем-то еще, да, то есть вопрос о том, сколько стоит, он не только о дороговизне, но еще и о чем-то. Вот, но это немножко вот, немножко в сторону, я думаю, мы к этому подойдем. Бессонница. Бессонница. Даже, даже я бы сказал больше, или я бы подошел ближе. Иногда людям не очень понятно, вот ради этого вопроса я сейчас этот разговор и предложил завести. Иногда людям не очень понятно, почему специалисты спрашивают или интересуются теми отношениями, которые складываются в текущий момент, в чем они могут проявляться. А как вы реагируете на то, что я вас об этом спрашиваю? А что вы чувствуете в ответ на мой вопрос? Или специалист сам немножко почву прощупывает и говорит, а я вот на то, что вы рассказываете, реагирую таким-то образом. Ну, например, мне, вот вы рассказали, а мне захотелось плакать, вот, да, или мне показалось это каким-то неудобным или стыдным. То есть, так или иначе, вот эта реальность каких-то флюидов, каких-то ниточек, которые протягиваются от одного к другому человеку, она присутствует сразу, мы об этом говорим, да, и наращивается. Еще раз, не всегда людям может быть понятно, зачем на это обращать внимание, когда я пришел с бессонницей. Зачем мне говорить о том, что я чувствую в ответ на вашу фразу? Зачем мне говорить о том, удобно ли мне говорить то, что я сейчас говорю лично вам? Мне непонятно, зачем, может быть, специалист, если он поторопился, может быть, спрашивает, а вы думали над тем, важно для вас, пришли вы, выбрали специалиста, мужчину или женщину? Мне непонятно, мне не важно, какой, да, может быть, мужчина или женщина. Мне важно разобраться с бессонницей. То есть, я вот сейчас, может быть, немножко сбивчиваю, но я говорю из двух разных корзинок. Вот я бы их сейчас соединил. То есть, есть одна корзинка проблематики, с которой человек пришел, и есть вторая корзинка, которая с каждой минутой, с каждым часом встречи этих двух людей тоже пополняется. Эта корзинка, назовем ее отношений. Хотя часть людей, которых напрямую спрашиваешь, что у нас за отношения сейчас формируются. Иногда такой вопрос возможен, когда вот какое-то недопонимание возникает, да, или наоборот, ну, не наоборот, а, например, там, человек два или три раза отложил встречу, перенес, опоздал, еще что-то, да, и он приходит и говорит, ну, да, давайте о бессоннице. А ты его, например, спрашиваешь, а что вот с этими опозданиями? Что вы хотели мне сказать? Вам ничего не хотел сказать? Автобус вовремя не пришел. Ну, окей, второй раз опоздал. Может быть, вы что-то еще хотели мне сказать своим опозданием? Нет, ну, какая, да, тут нет никакого сообщения для вас. Вот, и эти вопросы об отношениях, они иногда людьми воспринимаются вот таким образом. У нас нет никаких отношений, говорит человек. Перед тем, как мы перейдем к ответу на вопрос, зачем эти отношения брать во внимание, имеет, наверное, смысл сказать, что в этих отношениях может быть зашит абсолютно весь спектр чувств, которые доступны человеку. Гнев между специалистом и клиентом, да, с обеих сторон, не знаю, воодушевление друг от друга, может быть, даже любовь, ну, злость, интерес какой-то взаимный. Я с вами соглашусь, Елена, но вот если это озвучивать вот так, как вы это озвучиваете, это вы без того, и без того сложное взаимодействие двух людей вносить дополнительную неизвестную, да? То есть у нас и так одна неизвестная бессонница, один икс есть, и с ним надо разобраться, да? А если специалист еще говорит, а что тут, или как-то к этому выруливает разговор, а что тут здесь между нами происходит, это еще и появляется игрек. И изначально это воспринимается как, ну, избыточность какая-то. То есть зачем-то специалист излишне проблематизирует то, с чем я не пришел. А проблематизировать специалист может по-разному. Здесь мы можем говорить о разных, ну, условно говоря, стратегиях, может быть, да? Иногда специалист напрямую проблематизирует это таким образом. Что за ерунду вы рассказываете? Я сейчас намеренно, да? Ваша бессонница на самом деле связана с тем, что у вас сложное отношение с вашим мужем, к примеру, да? Такая интерпретация в лоб. И здесь сразу есть две вещи. Специалист обозначает, в каких отношениях, какие отношения он предлагает, да? И одновременно высказывается что-то по поводу проблематики. Вот. То есть это стратегии, это что вы мне врете, да? И что у вас там не болит? Ну, я совсем какие-то крайние ситуации. Хотя я знаю, что вот такие конфронтирующие стратегии коллеги иногда используют. Я сейчас не берусь это комментировать никак. Если нужно, я думаю, что телезрители смогут позвонить, и мы это как-то обсудим. Алексей, вот хочу уточнить. Сегодняшний наш рассказ. Как вам кажется, для какой аудитории больше? Для тех, кто уже имеет опыт хождения к специалисту, психотерапевту или психологу? Кто сейчас находится в такой работе? Или тех, кто только планирует или интересуется психологией? У нас есть звонок. Отложим тогда ответ на мой вопрос. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос. Знаете, я хожу к психологу уже две недели. Ну, или всего еще две недели. Не знаю, как пока понять. Мне этого психолога рекомендовали. Сказали, что достаточно такой квалифицированный специалист, который мне однозначно поможет. Но вот у меня почему-то вот после каждого сеанса, как только я выхожу, возникает какое-то раздражение и даже какая-то, ну, не побоюсь, внутренняя агрессия к нему. Мне все время кажется, что спрашивает меня он не то. Что помощи какой-то я не ощущаю, что он ее не оказывает. Видимо, мне этот психолог не подходит. Что мне сделать? Можно поменять специалиста. Что-то советую. Ольга, если позволите, еще вопрос. Да. А ваше раздражение, оно после каждой встречи примерно одно и то же? Ну, то есть, вот все не то, все мимо кассы или оно какое-то разное? Нет, каждый раз. В каждой сеансе я выхожу очень в таких растерянных чувствах, в раздражении и согрессии. А что не то все-таки? Не ощущаю какой-то помощи. Не ощущаю, что эти разговоры реально к чему-то приводят. Что мне после этого станет легче или лучше. Наверное, вот именно поэтому такие ощущения у меня. Как будто бы он мне не помогает. А помощь его могла бы быть маркирована для вас другими какими-то чувствами? Ну, мне кажется, что после того, как ты вышел от психолога, которого ждал помощи, ты должен ощущать, наверное, какое-то облегчение. Ну, хотя бы от того, что с тобой правильно поговорили, если выприснул какие-то эмоции, возможно, когда я какими-то объяснил. Но вот у меня такого не происходит. Ольга, и, может быть, последний вопрос уж так. А вот вы сейчас очень интересную штуку сказали. Облегчение. Обычно люди облегчение связывают с тем, что человек от чего-то избавляется. Если предположить, что, приходя каждый раз к психологу, вы облегчаетесь от собственной злости. И, по сути, она таким образом после встречи выплескивается. Как вам такая версия, может быть, или такой способ взглянуть, почему вас так злит каждый выход? Я-то хожу к нему по поводу затяжной депрессии. Понимаете? И мне-то как раз хотелось выходить в какой-то одухотворенный, летящий с какими-то новыми планами, целями жизни. А появляется только агрессия, злость и какое-то вот неудовольствие. Ольга, а еще в какой-то области, не знаю, в жизни, в сфере своей деятельности, может быть, или общение с другими людьми, вы испытываете похожее раздражение и злость? Ну, скорее, это депрессия, которая распространяется у меня на всю мою жизнь, на работу и на семью. То есть я не могу сказать, что я с утра до вечера раздражаюсь на всех, но вот именно почему-то психолог вызывает у меня такие чувства. Может быть, он мне вообще не нужен, я не знаю. Может быть, я должна быть как-то сама справиться, потому что к нему быть за помощью, а если помощи нет, какой-то не заходи. Спасибо. Спасибо, Ольга, за звонок. Нам очень важно было услышать вашу историю. Да, спасибо. Ольга очень много о себе сказала, и чтобы нам не выбраться за пределы передачи, я попробую отсекать часть ответов. Значит, по поводу злости и депрессии. Это очень интересным образом связаны темы. Мы уже как-то говорили, это не моя фраза, она мне очень нравится, что депрессия очень часто является крышкой для сдерживания чувств. А дальше Ольга не случайно заговорила, или сначала заговорила о злости, а потом заговорила о депрессии. В общем, можно поставить мысленный эксперимент. Вы поднимаете крышку кипящей кастрюли, что в первую очередь вылетит вам в лицо, грубо говоря. Вас обдаст жаром. Собственно, та злость, которая... Вылетит что-то, что способно причинить боль. Причем не только боль, что вполне можно было бы назвать агрессией, вполне можно было бы назвать чем-то таким разрушительным и деструктивным. Может быть, не знаю, я так условно, проблема в том, что два человека, Ольга и ее специалист, эту крышку поднимают слишком быстро. Может быть, ее надо поднимать медленнее. И этим жаром обжигает... Ну, Ольгу точно она об этом говорит. И, возможно, специалиста. Потому что, ну, вот как будто Ольга задает себе вопрос, а надо ли продолжать вот это, да? Вот. Это одно. И второе, может быть, то, что Ольга продолжает ходить, и, возможно, свои чувства злости озвучит специалисту, то есть они разберут их в кабинете. А вот здесь как раз то, о чем я говорил. То есть в какой-то момент, может быть, придется говорить не о депрессии, то есть о том, что я принес специалисту и что явно со специалистом не связано. Она же возникла раньше, да? А я начну говорить о чем-то, что возникло попутно и что, на мой взгляд, с моей проблематикой не связано. Оно как это... Ну, колесо едет, и вот откуда ни возьмись, палка появилась в это колесо, да? И надо ее выбросить, то есть надо избавиться от этой палки, чтобы ехать дальше. То есть надо каким-то образом утихомирить свои собственные чувства, чтобы снова вернуться к депрессии. По большому счету, я думаю, что здесь, ну, возможно, перспектива очень хорошей терапевтической работы вот в том, что описывает Ольга. Как я тоже услышала, и со слов у Ольги депрессия, которая ее сопровождает на работе, да, и вот в других частях ее жизни. И там, возможно, вот эти чувства, они не персонифицированы. Ну, та же злость, агрессия, ну, не знаю, на работе меня все бесит, вроде бы все нормально, да, но что-то вот не так, и мне ничего не хочется делать. А тут конкретно человек, психолог, и чувства, которые внутри накопились, они нашли адресата. Может быть, незаслуженно, может быть, заслуженно, мы этого не знаем, но тем не менее, это что-то, что попадает в цель. Блин, я думаю, что одновременно и заслуженно, и незаслуженно. Незаслуженно, потому что очевидно, что эта злость в итоге адресована не ему, а заслуженно. Ну, или не вся ему, да? Не вся, да. А заслуженно, мы тоже об этом знаем, об этом механизме, мне кажется, он замечательный, что таким образом, может быть, не сама Ольга, а что-то в ней, ну, тестирует реальность. Насколько специалист, который с ней занимается, способен ее гнев и злость выдержать. То есть злость и раздражение – это попытка установить еще более прочные, глубокие доверительные отношения. Это однозначно так. И я надеюсь, что с той стороны специалист квалифицированный, понимающий, что вот этот натиск гнева нужно выдержать, может быть, не ответить, ну, в первую очередь, не ответить такой же злостью, да. Хотя такое, к сожалению, бывает, когда я в соцсетях это вижу, да, когда специалисты друг другу, ну, как бы, да, пишут, насколько бестолковые и непонимающие клиенты или пациенты, которые приходят, не могут сформулировать проблему, не знают, чего хотят, хотят одновременно противоположных вещей. Ну, иногда это бывает для нас, специалистов, таким, ну, как бы, способом тоже немножко эту агрессию свою собственную выплеснуть. Но беда, конечно, когда в кабинете возникает ругань и обвинение. Вы мне не помогаете? Ах, я вам не помогаю? Да вы, вон, не делаете домашние задания, или вы вообще думаете ни о чем, ни о том, да, или вы, ну, и так далее, и так далее. Обвинений можно много придумать. Да. Вот, да. Мы говорим про агрессивные чувства, сменим вектор. Возникает же иногда и любовь, и какая-то взаимная симпатия, возможно. Взаимная или односторонняя, да, иногда очень мощная. Но здесь интересующихся проблематикой я могу отослать к психоаналитической литературе. В ней этот вопрос достаточно хорошо разработан, да, и под названием эротизированный перенос, да, стала общим местом влюбленность анализанта или клиента в своего принимающего, теплого, выслушивающего специалиста, который может быть мужчиной или женщиной. Может быть, часть людей в своей жизни впервые за многие годы встречает человека, который вот способен это. И, конечно, это порождает очень мощные чувства к этому человеку. Иногда и во многом, если это не обсуждается, людям кажется, что эти очень мощные чувства разрушают психотерапию. Это действительно так. Они разрушают, если они не обсуждаются. Если не используется ресурс этих возникающих отношений, да, ресурс в качестве обсуждения, что происходит, обозначение, называние процессов каких-то. Это так. И иногда об этом людям страшно и сложно говорить, потому что где-то внутри, например, люди понимают, что их лишат надежды. То есть я сейчас начну говорить о своих чувствах специалисту и услышу, что у него нет никаких чувств. Или он скажет, вы знаете, ваши чувства, это все, ну, вот мы… Вы придумали себе. Нет, не придумали, но мы про это знаем в течение уже 100-150 лет, о том, что там клиенты, пациенты влюбляются, да, вот такое формализованное. То есть у человека это что-то такое очень живое, болезненное, личное. Да, он может себе задавать вопрос, вообще это нормально или ненормально. Мозги-то у человека есть, да, и он себе задает вопрос. Наверное, что-то с этим может быть не так, но все равно это переживается как личный экзистенциальный опыт, да. И здесь очень тонкий момент, когда, ну, специалист ведь тоже может испугаться своих каких-то чувств, специалист может испугаться чувств клиента. И традиционная какая-то такая способность специалиста от этого защититься, это формализовать отношения, да, то есть сказать, это у вас сейчас там, ну, перенос, да, вот, или не сказать, но об этом думать. И подходить, в общем, с этой стороны. Где-то это срабатывает, во многом это зависит от того, насколько все это тонко, вот в тонкую область мы сейчас залезли. Вот, но если вернуться немного, то вот эта тема формирующихся или сформированных отношений, я почему сказал, что это мостик из одной из прошлых передач? Потому что в этих отношениях есть еще намек, это тоже аналитическая традиция, ну, ее переняли и другие психотерапии, в отношениях со специалистом есть намек на отношения со значимыми близкими за пределами кабинета, да, и тогда в специалисте видят отца, в специалисте видят мать, в специалисте видят ребенка, да, приходит женщина, который мужчина-психотерапевт годится в дети, ну, в сыновья, да. И причем у него может быть свой сын примерно такого же возраста. Тут еще вопрос, почему, ну, как происходит выбор специалиста, мы тоже об этом немножко касались, да, и может быть это вот связано с тем, что не очень осознаваемо человек приходит вот в эти значимые отношения, чтобы в них разобраться, и определенное искусство, или, точнее, скажем, наверное, профессионализм специалиста в том, чтобы уловить этот момент и вовремя вывести это на сцену отношений, да, какие-то такие вещи. У нас звонок, Алексей. Да, отлично. У нас немного времени осталось до конца передачи, но я надеюсь, что мы успеем ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Оксана, меня зовут, у меня такой вопрос. Я подхожу в психолог уже второй месяц, и у меня возникает ощущение, что вот как бы он нарушает мои личные границы, и слишком далеко заходят вопросы, которых мне не хотелось бы рассказывать. Вот. Прям вот как бы вытягивает, что все прям вот в деталях, хочет распространить, еще что-то хочет. Но не хочется об этом рассказывать. Правильно ли он поступает? Оксана, скажите, а вы говорите специалисту о том, что границы нарушают? Ну да, что я не хотела. Он тоже говорит на эту тему, например. А как реагирует ваш специалист? Он пытается мне объяснить, что это мне может помочь в дальнейшем. Но тем не менее, я не хотела. А когда он объясняет вашу, ну, его аргументация, что это может помочь, она вам понятна, или вы все равно не понимаете? Ну, можно же по-разному объяснять. Ну, по-разному, но мне не хотелось бы разговаривать на какие-то определенные темы. Спасибо, спасибо. Спасибо, Оксан. Очень большой вопрос. Я знаю, что у нас немного времени осталось. Может быть, мы действительно тоже как-то что-то к нему вернемся. Но в целом… Как быть? Действительно, приходит клиент, пациент и говорит, доктор, решите мою проблему с бессонницей, но про это, про это, про это я не хочу говорить. Я не хочу в это лезть, не хочу вырошить прошлое. Я знаю, что вы любите в детстве покопаться. Я думаю, что здесь клиент или человек по-своему прав, безусловно, и специалисту придется это учитывать. Если ему нужны такого рода вещи, тогда ему нужно быть внятным в своих комментариях, почему ему нужна та или иная информация. Здесь может быть момент, что сейчас человек не готов рассказать, а он расскажет потом. Ну, не спрашивайте меня сразу обо всем, да, спрашивайте меня медленно. Хотя бывает и противоположная ситуация. Пока я к вам пришел, и я вас не знаю, я готов выложить все, рассказать все самые, может быть, даже вещи, которые мне не очень удобно будет рассказывать. А чем дольше у нас с вами будет формироваться отношение, тем больше я, возможно, буду думать о том, не потеряю ли я лицо. И на время эту информацию я спрячу, потому что, ну, уже мы вроде выяснили, что мы приличные люди, а я тут начну вам рассказывать, что я, не знаю, там, в носу ковыряю, да. Что вы будете обо мне думать? Или что в моей жизни, в моем детстве происходили какие-то важные вещи? Я думаю, что то, о чем сейчас говорила наша зрительница, это тоже вопрос некоторой соотнесенности, некоторого поиска взаимности какой-то, да. Она говорит о том, что не надо, и я надеюсь, что специалисты ее услышат в этом. Ну, мы можем также предположить, что, возможно, у Оксаны вот такой способ вступать в отношения. Сначала не пускать, да, слишком глубоко людей каких-то, вот нужно привыкнуть. Может быть, у нее такая форма взаимоотношений с ее значимыми людьми, где, ну, она так живет, она не привыкла вообще раскрывать свои какие-то внутренние переживания и тайны своего внутреннего мира. Может быть, а может быть, что-то в Оксане лучше их двоих, Оксаны и специалисты знают, что туда действительно не надо лезть, и с этим не связана проблема. И тогда специалист, я надеюсь, это услышит и будет искать возможность помочь в другом месте, задавая другие вопросы. При этом бывают же ситуации, когда клиент говорит несколько раз в рамках одной консультации, повторяет, я не хочу говорить про детство, я не хочу говорить про детство, я не хочу говорить про детство. Иногда бывает, что за этим стоит скрытое желание поговорить об этом и попытка клиента переложить ответственность на специалиста. Давайте вы заговорите об этом. Ну, как версия гипотезы. У нас немного времени совсем осталось. Да, я думаю, что и так, и так здесь любые вопросы годятся, в смысле любые варианты. Для меня все упирается в то, чтобы вот в отношении таких находок, ну, как будто что-то застопорилось. Люди действительно тогда немножко притормаживают специалист свою активность по задаванию вопросов и по отдаче каких-то интерпретаций. Пациент по рассказыванию своей истории. Они исследуют вот эту вот заминку, да, а что такое? Почему это значимо? Почему не хочу рассказывать? Сейчас не хочу, вообще не хочу и так далее. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что мы выходим на телеканале Самары ГИС каждый вторник в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Звоните. Спасибо. Да, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова